Революция без пролития крови, а с розами в руках. Вот что случилось в Грузии 15 лет назад, когда оппозиционные силы вошли на заседание незаконно избранного парламента и потребовали перевыборов. Это было, скажем так, наказание со стороны народа за очевидно, явно фальсифицированные выборы. После этого у нас было много выборов, и мы не можем сказать, что они были идеально демократическими, но я думаю, это все-таки была такая разделительная линия. Избирателей возмутило, что на выборах 2 ноября их голоса в поддержку партии оппозиционных лидеров Михаила Саакашвили, Нино Бурджанадзе и Зураба Жвани не были учтены. Поначалу люди собирались в поддержку разных кандидатов, но в результате переговоров силы оппозиции объединились, и митингующие из разных концов проспекта Руставели в Тбилиси стали стекаться в его центр, в парламенту. Оставаясь в рамках правового поля люди требовали соблюдения Конституции, а также функционирования государственных институтов власти, которые находились в плачевном состоянии, как рассказывает бывший посол Грузии в США Тимур Якобашвили. При Шварнадзе в Грузии были в буквальном смысле темные времена. Электроснабжение было непостоянным, зарплаты и пенсии выплачивались нерегулярно. Государство нуждалось в радикальных реформах. В результате мир увидел изгнание МВД за одну ночь и другие беспрецедентные изменения государственной системы. Доверие к полиции в Грузии до революции было 2%, а после реформ было 82%. Популярность руководителя Министерства внутренних дел было где-то 68-70%. То есть у институции было гораздо больше популярности, чем у человека, который это все создавал. Первая цветная революция на постсоветском пространстве не была нацелена против Кремля. К слову сказать, Михаил Саакашвили с самого начала подчеркивал важность диалога с Россией, а его первым зарубежным визитом в качестве президента стал именно визит в Москву. Но ставки оппозиции на западный курс поддержали и люди. Сама по себе идея самоорганизации в публичной сфере – это сама по себе западная идея. Так что достаточно, наверное, логично и естественно, что именно люди, ориентированные на Запад, лучше себя организовали. Впереди Грузия ожидала немало политических потрясений и война с северным соседом. Но прямой курс на демократию был взят именно тогда, в 2003-м, когда народ без оружия, а с цветами в руках, отстоял свое право выбирать. Анастасия Евмен, Анатолий Кошенко. Настоящее время Америка. Вашингтон. Анастасия Евмен, Анатолий Кошенко. Настоящее время Анатолий Кошенко. Настоящее время Анатолий Кошенко. Анатолий Кошенко. Настоящее время Анатолий Кошенко. Настоящее время Анатолий Кошенко. Продолжение следует...